Добрый вечер! Народный день музыки, областная филармония открывает 50-й концертный сезон и больше 100 головных уборов, розных стилев и эпох, представленных на выставе у Гомеля. Об этом и не только больше подробно, а у наступные 15 хвилин. У Гомельской области селит означает высокую урожайность и льно-тросты. Специалисты кажут, что повысилась и якость сыровины. Как проходит уборка белорусского шелка, расскажет Настасья Кучинская. С полю лен тропляя на перопроцовку. Самый буйный уровень – Йоник Армянский льнозавод. Зараз он працует на полную мощь. Вытворчность протягивается три працованные измены. За сутки тут перопроцовывают до 40 тонн и льно-тросты. Два года тому на предприемстве усталевали сучастную перопроцовчую линию. И она зарабила вытворчность больше продукцией и полепшила умовы працы. Оборудование новое, конечно же, намного чище. Поэтому, наверное, легче. И процесс, да, облегчен. Армянский льнозавод долго лечился проблемным предприемством. С переобсталеванием и изменой керауництва многие пытания смогли вырошить. На сегодня предприемство полностью различилось с долгами. Запустили автоматизованную котельну. Зараз обыгрывают себе самостоянно льно-кострыцей, отходами вытворчасти. Лишки продают. В наступном году сбираются усталевать сушилку лену. Распроцовка хомельских новокодзов да поможет повысить якость сыровины. Планируем, скажем так, заготовить льно-тресты 7,5-8 тысяч тонн. В прошлом году, скажем так, к примеру, у нас было 5700. То есть процентов на 35-40 у нас объем тресты увеличился. То есть нам должно его хватить до получения нового урожая. Все лето-акрары больше уважливо подышли до опрацовки хлеба да помогло и на дворе. У вынеку урожайность ильно-тресты в Гомельской в области селита на 50% высшая, чем год тому. Собрано 650 тонн насенья лену. У два с половой разы больше, чем летость. Истотно поверечился и таки важный показчик, як середний номер ильно-тресты, якая поступает до места заховывания. Качество льно-тресты выходит в средний номер единица, 1,05. Я думаю, что это выше, чем прошлогодний. В связи с этим, что выход волокна соответствующий будет более лучший, выход длинного волокна будет более качественный. Так что и госзаказ будет в этом случае выполняться на поставки наршанским на комбинат. Вырошиванием лену в Гомельской в области займаются в шести районах. Самые великие площадки поля у Кармянским, Будокошалевским и Чачерским. Специализация обумовлена размещением ильно-заводов, цехов и вытворчих участков, где перепрацовывают сыровину. Целком завершить уборку белорусского шоуку в Рахионе плануют в початку Кастрычника. Настасия Кучинская, Валерий Гапанько. Телерадо и компания «Гомель». Спершика Кастрычника в Беларуси пошли денежать указ об предоставлении безнаявных субсидий на оплату жилево-коммунальных послуг. Их можно отрымать, коли сумма коммунальных платежов перевышает 20% от досукупного дохода у семьи, которая живет в городе, и 15% у сельской местовости. Усе подробностей у Чарговой экономичной доведцы. Так само у выпуску. Проект бюджету на будущий год продуглеживает рост зарплаты в бюджетном секторе на 9%. Вы доведаетесь, на какие места по узродни и средней зарплаты у разных галинах экономики находится Гомельская область. А кроме того, глядачоу чекает анализ цен на Садовину и Огороднину на гомельских рынках. Глядите программу «Заутро» одразу после выпуска новинок на телеканале «Беларусь. Шатыры Гомель». Субботние телефонные линии местовых органов Улады протягивают свою работу. То «Заутро» же «Хары региона» смогут звернуться с пытаниями до намесника старшыня Былвыконкама Уладимира Уладимировича Горбачова. Звонки прымаются по номеру телефона у Гомеле 75 12 37. С 9-тих 1 ранецы и до 12-ти. У ГТШ на пытаниях гомельчан откажет намесник старшыни Гарвыконкама Сергей Анатольевич Радзюк. Номер телефона 75 18 54. У Костюковцы переймянуть 15 в улицу в связи с долучением працованного поселка до Гомеля. Мета позбегнуть дублирование назвал. Рашение принято подчас черговой сессии Городского совета депутатов. Еще одно пытание на порядку дня в опыт работы городских библиотек по развитию читания. Сярод новаций в этой галине – виртуальный кабинет читача и виртуальная доведочная служба. А кроме того, в библиотеках проводятся адекватные мероприемства, квесты, конкурсы. Популярность набыли проекты читаем разом с письменником и читаючи автобус. Библиотеки активно развивают свою присутность в социальных сетках. Наша задача как библиотек сохранить интерес тех, кто уже ходит в библиотеку к чтению. И, конечно же, попытаться развить интерес тех, кто не посещает библиотеку. И начинать прежде всего нужно с тех, кто еще только что вступает в жизнь, с малышей. Если говорить об инновациях, конечно же, сейчас больше формы работы связаны с всевозможными игровыми элементами, визуальными элементами. Сегодня в Доме-Интернате для состарелых и инвалидов Шубина отбылась доброчинная акция. По традиции, на переде Дня пожилых людей с подарунками установу наведали члены Гомельского областного объединения профсоюзов. Разом с организаторами акции там побывала Ганна Ковалева. В Доме-Интернате для состарелых и инвалидов Шубина проживает 95 человек. Дагляд за имя ведут, прикладно, полсотни человек у основным медицинский персонал. Правда, на самой справе их обовязки не обмежевывают с оказанием меддопомоги. Но ким состарелым потребная простая увага и человеческая зносина. Есть выражение, что Бог всем дал родиться, но не каждый доживет до глубокой старости. То есть это дар. Мы всегда им говорим, что ну да, вы уже не молоды, но вы должны жить и сегодняшним, думать про завтрашний день. И дай Бог, что вы вот дожили до такого преклонного возраста, хорошо выглядеть, здраво рассуждается. Это не столько праздник, сколько повод вспомнить о всех наших стариках, о всех наших пожилых. Скористалися такой нагоды и активисты Гомельского областного объединения профсоюзов. У компании студентов университета имя Франциска Скарыны, Жахарам Шубина, яны провезли присмаки и подарунки. Дарыш, и этому сяброству уже амаль шесть годов. Стольки областного объединения профсоюза ушевствую над домом-интернатом. Есть дополнительные льготы и гарантии, которые позволяют поощрять людей, которые ранее работали в трудовых коллективах. И без исключения все отраслевые комитеты, первичные профсоюзные организации в преддверии Дня пожилого человека проводят эту работу. Увоголи на этом тыдне Шубина наведали и инши организации и волонтерские коллективы. И усе с веншаваннями и подарунками. Самым духачаканным з'ех стал бадай автомобиль, с азявлением якого теперь станем акчимым перевозить инвалидов-колясочников. Большие слова благодарности всем волонтерам, организациям, которые не чуждаются, которые вместе с нами. Благодарность им огромная. Но сегодняшним нашим гостям тоже большое спасибо. Профсоюзы всегда нас навещают, всегда внимание оказывают. Поэтому большие слова благодарности. Большое им спасибо. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадо-компания «Гомель». Завтра Международный день музыки. Гомельская областная филармония открывает 50-й концертный сезон. Он распочнется концертом камерного хора и камерного оркестра Гомельской филармонии. Музычные шедевры такую назву отримала программа. В концертной зале колледжа Мастацтва у имя Соколовского прогучать творы Баха, Вивальди, Гайдна, Шапена, Глинки, Чайковского. А кроме двух камерных коллективов своим майстерством и талантом гомельских меломанов порадуются и иншие вядомые артисты. Это будет Галина Павленок, народная артистка Белоруссии, которая исполнит два романса Чайковского. Это будут лауреаты международных конкурсов, инструментальные трио «Лирица», которые также исполнят произведения эпохи Возрождения XVI века. И, конечно же, наши солисты-инструменталисты Трофим Антипов, который исполнит великолепное произведение Вивальди из времен года. Будет Андрей Глазенков, который будет исполнять на таком инструменте интересном, бандонеоне. И, конечно же, наш пианист, солист, который исполнит для вас Паланес Шапена. Это наш Фомин. Я хочу сказать о том, что всегда мы рады, когда очень много слушателей в зале. И, как сказал один древнегреческий философ, он сказал так. Природа и искусство – это две вещи, которые приносят наибольшее эстетическое наслаждение людям. Целая галерея жаночек Капялюшиков проставлена у Гомельским палацево-парковым ансамбле. Белорусская гильдия майстров и ромесников запросила до удела в выставе признанных творцев, уделников республиканских и международных выстав. Усе уборы ручной работы. Наталья Игнатенко примерила Капялюшики розных стилев и эпох. Были часы, коли Капялюшики лечились обовязковым аксессуаром жанучшего гардероба. Выходить у людей с непокрытой головой было непристойно. Сегодня же этот головный убор худший арт-объект на грани мастацкой фантазии и реального життя. Самая смелая и расшучая модницы носить Капялюшики в наши дни. Жанучший образ без Капялюшика выглядая не как незавершенно. У им кокетливо. А вот у таким роскошным головным убором жанчина первотворяется у соправдной леди. Модные Капялюшики у английским стиле надают эксцентричности своей уладальнице, ретро настроивая на инши лад и добро гармонируя со стилем 20-х годов минулых астагоддя. Однако пильный погляд прохожих на улице вам будет гарантованный, якого б фасону не был головный убор. Створальники выставы «История одного Капялюшика» собрали некольки десятков авторских работ. От стилизованных Капялюшика у часа у Непа до сучасных у стыли фэнтези. Вы знаете, когда мы готовили эту выставку, мы сразу ориентировочно представили, что у нас она будет делиться на три категории. То есть это историческая шляпка, шляпка носибельная на сегодняшний день и улыбка мастера фэнтези. Поэтому я именно к этому дню создала коллекцию под названием «Волшебный лес». И вот эта шляпка, она предназначается для девочки. Вот сюда вот можно делать ее хвостик длинный. Но когда мой папа сказал, говорит, Свет, ну такие же шляпки никто не оденет. Я говорю, папа, все же какое счастье. Вот так вот сидят, говорю, в бане компания. Вот таких веселых шляпок. Это действительно улыбка мастера. Поэтому как хотите, так и воспринимайте. С получения работ разных стилей и техник дозволяя просочить, как на протягу некоторых исторических эпох менялись формы, конструкции и упрыгоживания галонных атрибутов жанутшего образа. У разные часы на вершине модного олимпа выходили разные капелюшики. Экстравагантные, те стиплые. На выставе в Гомельском палацево-парковом ансамбле представлены уселякие на любых уст и колер. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Для меня, естественно, они как дети, все дороги, все очень любые. До определенных пор я тоже считала, что к моему лицу абсолютно не идут шляпки. Вот когда я их начала делать, в основном я делаю одежду, но шляпу тоже под заказ делаю. Я сделала, я ее примерила и поняла, что есть модели, которые идут. Вообще, конечно, лучше обратиться к мастеру, который занимается непосредственно изготовлением шляп. Я думаю, что они подберут вам фасон, который идет к вашему овалу лица, к вашему типу, цвету волос. Кожны с вырабаў твор мастацтва, які радуе вока мушчыны і робіць яго кашалёк больш лёгким. Якімі б матеріяламі не был ў прыгожаны халавны убор, стразами, перьям, цістушками, ён здольны зробіць сваю ладальніцу непауторной. Наталі Игнаценко, Валіра Ихапанько, Талі радуе кампанія Гомель. І об спорте. Семь команд приняли ў делу в чемпіонаті обласної організації Товариства «Динамо» по службовым шматборьі. С поборністю пройшли ў Гомеле. Свою спортивну подрыхтолку демонстрували супрацовніки органов правопарадку і бяспекі. У кожной команде по 4 чоловекі. Моцніших выявляли ў трох дисциплінах – стральбі, плавані і бігу. Спорт не тільки в моїй житті, але і в житті кожного офіцера знімає немаловажну роль. Тому що кожний сатрудник просто об'язан обладати физическими навыками, якими-то умениями, щоб в сложній ситуацій сложився якій-либо, вмість примініть свої навыки на практиці. У минулому годі перемогла команда обласного управління департамента Аховы. Друге місце було у супрацовніка Управління Унутраных Справ. Всі літа гэтті коліктіви так само підтвердзіли статус фаворитів. Правда, у лідіруючай групі отбулася ракіровка. Каманда Управління Унутраных Справ пасля першого етапу узначаліла агульний залік і не пакідала першого місця на протягу усіх споборніствів. Департамент Аховы размістівся на другім ратку. За третє місце вялась напруженая боротьба. Пасля стральбы і плавання команда військовой части 12-42 на нікалькі балов апярэджувала спортсменов Управління Слєдшого Камітета. Усё выращив забег на паутары тысячі метров. У супрацовніка Услєдшого Камітета отрималася апярэдзіць пограничнікав і узайсті на підыстал гонору. Гэта інша новіна ві можті знайсті на нашім сайті у інтернеці па адресі www.civergomil.by На гэтым випуск завершений. У студії працавав Александр Гамоля. Добрых вам новінав і до зустрічі.